Жители Ковезина почувствовали неприятный запах химического происхождения. Исходил он из канализационного коллектора вблизи ручья. Там жидкость маслянистая, горючая и едкого запаха. Похожая на нефтепродукт. По словам местных жителей, такое амбре постоянно в течение многих лет. Запах очень едкий стоит. Дышать невозможно. Першит горло, болит горло, болит голова. Маленьких детей рвет, тошнит. Но и больших. Вот мы вчера были, тут тоже прям рвало. В буквальном смысле. Были обращения в скорую. И вот сильный запах в последнее время в течение трех дней. Все службы еще ночью выехали на место аварии. Его отцепили сигнальной лентой. Пушкинские спасатели проложили барьер, мешающий стоком идти вниз по ручью. Этот ручей впадает в ручью. Уже сегодня запаха меньше. Вода течет более или менее чистая. Комиссионно провели обследование всех коллекторов, которые находились на территории. Был выявлен несанкционированный сброс на сегодняшний день неопознанного вещества в существующий ручей. Соответственно, в Министерстве экологии были взяты пробы воздуха и пробы воды. Мы планируем в ближайшее время получить уже заключение, чтобы определить, соответственно, источник, откуда данные вещества были выпущены. Чтобы едкое вещество не распространилось дальше, установили боновое ограждение. На масляные пятна высыпали опилки, чтобы древесина впитала и вещество с водной глади можно было собрать. Также была затампонирована труба, из которой вытекала жидкость. В данный момент ожидают результаты проб воды и воздуха. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.